Лабаса, всем добра, дожди в Кислово-Родской области, в Кислово-Родской области, в Кислово-Родской области. Я бы не знаю, сколько сохраняет схожесть. Где-то недавно прощёл, было прогрошу один год как будто. Дело в том, что мой опыт ограничен только абрикосами, если его три года спокойно держит. Я бы не груши никогда не продавал, прошло два дни, этого добра много, допустим, не удалось продать, что я делал, выбрасывал, свежие заготовлял, я стараюсь как, видите как было больше, чем сказал, Заслово-Родская область, праздник у меня, праздник, я не грязь живу. Вот. И получается следующее. И я не могу ответить на это вопрос. Яблони-груши. Где-то верить интернету тоже особо нельзя. Может кто-то из нас поделится таким опытом. Мне кажется, что если правильно хранить яблони-груши, два-три года они должны сохранять схожесть. Вот. Должны. Нет причин, чтобы не сохранить. Так. Уссурики у вас два года растут до прививки. Почему два года? Так. Вопрос странный. Уссурики у вас два года растут до прививки. То есть, привил через два года плоды. Бывает, но редко. Редко. Мне там 3-4 года уходит, если привить на Уссурики. Если вы это спросили. Так. Архангельская область. Привет. Сколько груш стоит все радио? Ровно два месяца. У меня, знаете как, у нас еще только 20 минут. А мы отводим на вопрос-ответы. Мы отводим с вами час. Опереди 40 минут. Смотрите, как я делаю. Вот. Иногда бывает сходу дается ответ. Итак. Вы задали вопрос. Сколько груш стоит все радио? И мы с вами лезем ко мне в архив. Вот это вот. Выбираем то, что в данном случае нам очень надо. Это прививка. Смотрим. Сейчас я постараюсь вам описать, как я не просто беру из литературы, из интернета. Вот. Как говорится, не от фонаря. Сейчас я вам докажу, как это дело. Сейчас я вам попробую съезжу. Удастся. Ну, время позволяет. Вот. Но вопрос задать, а он очень важен. Вот. Потому что груша – это важнейший момент. Так. Я еще два геофотографии особенные. Сейчас я постараюсь их найти. Они у меня все особенные. Это же фактически. В будущей книге еще будут книги. Вот. Так. Так. Я сейчас их найду. Куда они делаются с подвода лодки. Сейчас я их найду. Поспешить некуда. А все равно найду. Кстати, плодоношение персика на первый год. Внимание. Привитого. А вы спросили про сливу. Я сказал, на третий, четвертый год. Может и сразу заплодоносить. Но это крайне крайне редко. Так. 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 30000 прививок я сделал, потом начал вас учить. 30000. А мне говорят, ты металлург. Куда суешься? Я думал, снизу буду листать быстрее на еду. Однако не получилось. Кстати, вот наша девушка, которая продает, а перчики непривитые. Кстати, я могу обрадовать. Привитые перчики уже Татьяны проданы. Всем вас и поздравляю. Теперь за непривитыми обращайтесь к этой даме. Вот. Могу вам еще пользуюсь случаем. Телефон ее еще раз продиктовать. А у нее нет вообще, ни в каталоге, нигде. Давайте на сексу с телефоном продиктую. Все-таки персик за 1000 рублей, пусть непривитые. Это феномен, это шедевр. А пока у нее еще они есть. Ага, вот она Юра Сергеевна. 8983, 271, 378. Персик 1000 рублей непривитый. По-хорошему надо продавать по 100 тысяч. Учитывая их уникальное качество. Супер морозостойкость и все прочее. Вот. Ну, 1000. Значит, у меня продолжает снижаться сахар. Правда, не так быстро. Последний замер 6,9. А вот запомнили на следующий вебинаре. Если я не забуду. Ой, нет. Это что-то рано утром мерить. А, я фирс ему. Поставлю камеру. Все по-честному. Вот эти самые. Вот они. Вот. Я померяю. Все на ваших глазах. Без булды. Я скажу. Какой сахар. И продолжается снижаться. Ну, последние 6,9. Для меня это было. Потихонечку добрался до этой цифры. Учитывая, что мне чуть ноги не отпилили. И причем я перестал из двух лекарств. Юрий Владимирович. Брат ты мне. Значит, я уже оказался от. Сейчас скажу. От диабетона. Потом я отказался. Сейчас скажу. Форма. 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 Дальше не помню. Несколько дней не пью. А сахар продолжает снижаться. И только третья. Третья. Но на кухню не пойду. Одну еще оставил себе за 6,8. Вот. И начинал с 8,9. Сейчас с 6,9. На 2 единицы. Но это не сразу. Это. Я очень много не пью. Я просто добавляю несколько листиков. Пока свежие. В это. В чай. Просто в чай. В заваре. Вот. Больше совпадения. Но на ваших глазах. Я прошусь пораньше. Чтобы не пить сладкого. Кофе. И сделаю замер. На ваших глазах. Посмотрю. Продолжает ли падать или нет. Это я сделаю тихий. Двух-третьих дней. Почему? А вдруг так оно и есть? А давно ли еще это? В чем тот момент, когда был коронавирус. В меня собирались. Если не отпиливать ноги. То же вы уже сказали, что Долгого на них не проходите. Это было. Вот. Поэтому давайте так. Кроме всего прочего. У Юлии Сергеевны Я сечу. И Шелковица. А именно ее я завариваю. Сейчас. Меня научила Поэтому Алексей Калюксей. Якобы его Друзья Съездили с Сахаром. Вот. Попробуем. Дальше Мы будем считать, что это была рекламная пауза. Кусарники. Смородина. Жимолость. Кружовник. Что-то из трех Кончился какой-то. Но это дата клей. Задавайте ей вопрос. Я телефон продиктовал. Так. И Персик. И Мажорский абрикос. Косочки. Мажорский абрикос. А он мне отдавал. Свидетели вы все. До сорока и более вида. Зелень у нас одного. Вот. Это Вся семья. Все друзья. Все знакомые. На корневую мякоти. И плюс еще. Ну, столько сажен, чтобы мне понадобится. Плюс еще. Мякоть, которая внутри косточки. Вы представляете, это Ценейшая вещь. А еще Мажорский орех. Я так Весь продать не смог. Косточки. А сейчас он снова созревает. А у него столько этих самых Ценейших. И сейчас. И это все Мажорский орех. Мажорский абрикос. Шелковица. Ну. Идем дальше. Это мне довела. Вот эта фотография. С нашей. С этой самой. Вторая ее сестра. Вот. А что? Есть все со мной случится. Есть кому обращаться. Есть кому обращаться. Так. Супер абрикос Тодоров. Владимир Александрович. Последний. Из Валикан. Еще. На рынке пытается заработать. А эти черки для вас. У него уникальная коллекция. Именно в данном случае то, что вы видите. Это груши. Уникальный коллекция. Посмотрите, какие черки. Это что? Халтура? Скажите, это халтура? Вот. Лучшая коллекция слив в нашем регионе. Ну, хорошо. Вы скажете, может, они в научном учреждении какие-то, в локальном иносинском. Может. А вы попробуйте раздобыть вот это. Ладно. Ну, это я же не для этого открыл эту папку. Что вы искали? Я уже забыл. А. Мы искали, что эти фиксированные косточки сливы. Ой, нет. Усуришка броши. Все равно найду. Теперь, если я подозреваю, что это у меня в другой папке. Точно. Это же прививки. А там-то была посадка. Ё-моё. Прекращаем. Ну, не зря же показал. Да? Вот она. Посадка семян. Здесь искать будем. Ничего. В мое время не истекло. Сейчас. Опять же попробую снизу. Почему-то, кажется, в нижней части. Вот. И постараюсь побыстрее. Какая же фотография требует этого особого подхода. Так. Аду нашел. Итак. Груша усуришка. 22 апреля 2017 года. Смотрите. Это груша. Да. В 22 апреля не было продано. Они были распасованы по 10 штучек. Вот они. Видите? А почему по 10? По 25 написано. А. Ну, тогда это было 10 назад. Я наживаю это. Побольше посовал. Итак. Видите? Если хорошо поведется, они взошли прямо там. Вот. Вот. Посмотрите. Вот длинные апреля корни. Вот они. Вот они. Вот они. Теперь я несколько штук я взял, распотрошил. Так. Вот. Высыпал. и вот тут вот начал выкладывать. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, семья, восьмая. Потом я прикинул, проклюнулось 20-47 процентов. Их еще почти все можно садить. Согласны? Можно? Можно. Смотрим дату. 22 апреля. Это время высадки. Ну, а эти не были куплены. И я пожертвовал иметь, чтобы вам прежде всего выкинуть, чтобы показать сроки. Итак. 22 апреля. Запомнили? Остается узнать, а когда были заложены на статификацию? Видишь, уже в будущем упаковочках, упаковочках, вот, они хранились где холодильники. Ну, что, смотрим. Дату 22 апреля. Я люблю доказательства. Я не люблю быть болтаном. Я не стал бы заглядывать тежком в этот интернет, сказать, вот, цифры мои и тени совпадают. Все, нашел. там было 23-й, 21-й. Итак, два места и два дня. Видели? Она? Вот они семечки. Вот они заложены 21 апреля и 23-го первого, то есть марта первого, два места и два дня. я ответил на ваш вопрос. Вот таким путем я отвечаю.